Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Сегодня в нашем выпуске. Акционерное научно-производственное и коммерческое объединение создано в Челябинске. Предвыборная кампания в стране набирает размах. Началась обработка научной информации с межпланетной станции ФОБОС. Последнее подразделение советских войск покидает Кабул. Встреча глав пяти государств Центральной Америки в Сальвадоре. Канадцы протестуют против испытаний американских крылатых ракет на их территории. Судно Джоли Неро с даром итальянского правительства армянскому народу прибыло в ПОТИ. Проекты памятника победы вновь перед судом общественности. А теперь информация, репортажи, комментарии об этих и других событиях. В Челябинске начало действовать акционерное научно-производственное и коммерческое объединение ФОРУМ. Основная задача объединения ФОРУМ и заключается в том, чтобы победить пресловутый дефицит. Акционерами-учредителями стали 25 крупнейших предприятий Южного Урала. Это многоотраслевой концерн социалистического типа. Создавая его мы исходили из концепции, что каждый регион, в том числе и Челябинской области, способны решать свои самые важные, самые крупные народно-хозяйственные, экономические и социальные задачи, используя собственные ресурсы. В своем составе имеет несколько крупных подразделений. Прежде всего, это внешнеторговая организация ФОРУМ ВНЕШТОРГ, которая соединяет экспортные ресурсы региона, выводит их на внешний рынок на основе прямых экономических связей и осуществляет импортную политику, в которой мы придерживаемся такого принципа. Не менее трех четверти завозимых сюда ресурсов должны быть оборудование и прогрессивные технологии. Это позволит нам развить собственный производство товаров народного потребления относительно в короткие сроки. В состав ФОРУМа войдут два банка – кооперативный и коммерческий банки. Их задача – оживить финансы, сделать наши неподвижные, мертвые, неработающие рубли подвижными, приносящими реальную пользу людям. Важным направлением является подготовка высококвалифицированных кадров управленцев. В стране продолжаются окружные предвыборные собрания. Репортаж из Ярославля. Началось это событие намного раньше назначенного часа. Началось уже у входа во дворец моторостроителей, где всех встречали вот такие плакаты, лозунги, призывы. В семерых кандидатов народные депутаты СССР пришли выслушать и решить их дальнейшую судьбу в предвыборной кампании участники окружного собрания Ярославского территориального округа 346. Собрание стало по существу яркой иллюстрацией новой атмосферы в обществе – атмосферы перестройки. Именно такие, как Стародубцев, тогда еще в 70-е годы делали перестройку. В народе о нем говорят, что это продолжатель идей Чаянова. Судьба Стародубцев во многом схожа с судьбой Худенко, пионера внедрения в ход расчета на селе, погибшего в тюрьме. Стародубцев, как и он, шел впереди времени. Чуткости крестьянской отзывчивости на запросы людей, быть всегда впереди по решению наболевших проблем – это одна из приоритетных черт характера Стародубцева. И наделим Стародубцеву статусом депутата, мы будем иметь надежного защитника интереса как селян, так и горожанам. Какую же программу предложить, чтобы завоевать больше сторонников? Сегодня это главная забота кандидатов в депутаты. Надо сейчас взвесить не ущерб, конечно, обороны способности страны. Нужно ли нам быть первыми на марсе или все же иметь крепкую деревню? И не ралли-директор, или там директор, или там председатель колхоза, совхоза и так далее. Важно, чтобы был человек, который действительно поддерживает трудовой политики, педагогой перестройки, и именно стать не депутатом от народа, а народным депутатом. Я не заметил в программах вопроса. Главный вопрос заключается в том, чтобы общество жило лучше, нужно неуклонно повышать производительность труда. Высокомеханизированным трудом создавать продукцию, которая была бы с маркой, сделанной в СССР, лучшей в мире, зарабатывать на этой основе деньги, иметь свободную торговлю между государствами. Все мы только учимся открытой демократии. И, к сожалению, надо сказать, что порой в честной борьбе различных мнений, доказательному сопоставлению доводов и концепций, мешала некоторая неразбериха, нечеткость в ведении собрания. И приходилось многое прояснять снова и снова. Я считаю, что этот вопрос поставлен не совсем правильно. Закон представляет право включать в бюлдене для голосования любое количество кандидатов. Должно быть проведено голосование. И тот человек, который не берет более половины двух голосов у участников собрания, тот и должен быть завестирован. Десять часов понадобилось, чтобы определить двух кандидатов из семи, имена которых будут внесены в избирательные бюллетени на выборы в марте. И оба оказались представителями села, что тоже сегодня очень символично. Директор совхоза Пахма Александр Александрович Коряшкин и директор совхоза имени Зержинского Дмитрий Александрович Стародубцев. Добрый вечер, товарищи. С каждым днем все активнее становится предвыборная кампания, предвыборная борьба кандидатов в депутаты. Вы знакомитесь с их программами и, наверное, обратили внимание, что почти в каждой программе кандидаты предлагают, главное, повысить жизненный уровень советского народа, выделить больше средств на жилье, товары народного потребления, здоровье, культуру, образование. Все это прекрасно, все это хорошо, но где взять средства? Этот вопрос тоже задают избиратели на предвыборных собраниях. И с этим вопросом мы обратились к Павлу Григорьевичу Буничу. Вот мне кажется, что вы заметили очень болевую точку, что даже не на второй план, а вообще исчезает. Поэтому получается, что один человек говорит, я увеличу жизненный уровень народа в полтора раза, и начинается гонка, другой говорит, в два раза, один говорит, я увеличу пенсии в полтора раза, другой говорит, в три раза и так далее. Все это совершенно нереалистично, потому что если мы останемся такими же бедными, почти нищими, как мы сегодня, что что бы мы ни говорили, сделать будет просто почти ничего нельзя. Значит, вопрос заключается в том, как сдвинуть с места экономику. А как оживить, я другого способа не вижу, как к хозрасчетам. Мы пока поем песни, переведите нас на хозрасчет, но это хорошо уже, но мы на хозрасчет, на настоящий госсектор не перевели. А уже после того, как вы переведете госсектор на такой хозрасчет, и в том числе в нем внутри аренда, в новой модели хозрасчета, не в старых моделях, а в новой модели хозрасчета аренда, то после этого уже надо пересмотреть приоритеты. После этого, в первую очередь, полученные огромные накопления не столько в металлургию, не столько в уголь, не столько в тяжелую промышленность, сколько ЧАЗО у нас здравоохранение, сколько на школы наши, сколько на продовольствие и так далее. Но сначала, если мы сейчас сразу начнем с приоритетов, то пирога нет, то мы на эти приоритеты все равно очень мало выделили. Сначала создать надо пирог, потом в пироге поставить действительно эти приоритеты, и станут они тогда в самом деле приоритетами. Избиратели могут спросить, ну и сколько нам ждать? Опять нам ждать? Я понимаю, работать и снова ждать. Когда? 10 лет, 15 лет? Смотрите, почему НЭП накормил людей за три года? Первый год зерно положили в землю, второй год был урожай, урожаем накормили скотинку, вырастили немножко скотинку, и на третий год было и зерно, и скотина, правильно? Значит, конечно, мы не выйдем с вами в одну минуту на американский жизненный уровень, об этом и мечтать нечего, или на шведский. Но накормить людей, то есть не новая орбита жизненного уровня, не высшее качество жизненного уровня, а количество, накормить людей, одеть, как Ленин тогда говорил, ситчик, помните? Да. Ну и наше жилье им дать, тем более не такое уж, прямо скажем, роскошное, то мне кажется, вот, если мы немедленно, вот с завтрашнего дня, как говорится, переводим всех на настоящий хозрасчет, нам три года бы хватило. Для этого задачи, не для мирового технического прогресса, для этой задачи. Значит, вы считаете, что нужно переводить весь госсектор в аренду? Я думаю, да, что именно весь. Вот делаем такие вещи. Развалины госсектора, приходят туда кооператив и совершают чудо. Так это чудо не потому, что кооператив силен, а потому, что госсектору не позволено, к сожалению, то, что позволено кооперативу. А если бы госсектору было это позволено, он бы, кооператив бы туда не сунулся. И не люди бежали бы не из госсекторов кооперацию, а очень многие бы бежали бы наоборот, в обратном направлении. Пока не поздно это необходимо. Вот это, я думаю, самое главное. То есть, давайте уравняем права госсектора и кооперации. Да. Чтобы были на равных. Да, на равных. Может быть, мы так и покончим с монополизмом министерств и ведомств? Вот, например, есть МОС, обл. Стройматериалы. 67 предприятий. Это на правах республиканского министерства. Перевели всех на аренду и поняли, что сами они, как республиканское министерство, не нужны. И вышли в правительственные органы с просьбой закрыть их как главк, то есть как министерство. Сами. Это первый случай в СССР. Вот это был самый правильный выход из положения. Сегодня в Москве в Институте космических исследований начал работу Международный научный совет по программе ФОБОС. Внимание мирового космического сообщества вновь приковано к Марсу и его спутнику ФОБОСу. К нему направляется сейчас автоматическая межпланетная станция. А в Институте космических исследований ученые из разных стран из потока информации, переданной зондом за две недели изучения Марса, выстраивают на компьютерах невиданные еще землянами картины. Марсианские вулканы высотой более 20 километров. Солнечный ветер в околомарсианском пространстве. Здесь, правда, больше вопросов пока, чем ответов. Но, похоже, ученые сейчас на пороге новых представлений о физических процессах, сопровождающих движение Марса в потоке солнечной плазмы. Есть и удачи, скажем так, другого порядка. Удалось, например, одним комплексом приборов провести исследование таинственных пока источников в галактике во время перелета к Марсу, а потом и поверхности самой планеты. Так что есть вклад и в фундаментальные науки, и в практическую космонавтику. То, что сейчас получено, поможет ли более уверенно наступить человеку на Марс? Ведь к этому и идем. Я думаю, что до этого еще далеко. Но это позволит более уверенно продолжать двигаться к этой цели. Но мне кажется, что наша задача сейчас, после реализации этого проекта, выбрать наиболее эффективный, экономически обоснованный вариант следующих автоматов. Это должны быть дешевые автоматы, но каждый шаг должен быть шагом, как в иглоукалывании, в самое нужное место и отвечающий на самые важные вопросы. Я думаю, что реально через два-три проекта беспилотных, сравнительно дешевых, автоматических, мы где-то в 2010 году, может быть, в 2015 подойдем и пилотируем экспедиции. Все эти программы рассматривают сейчас собравшийся в Москве Международный научный совет. Станет ли совместная работа ученых из разных стран прообразом миссии человека на Марс? Академик Сагдеев считает, что только такой путь может привести к успеху. Сегодня на брифинге в пресс-центре НИД СССР было сообщено, что товарищ Шеварднадзе во второй половине февраля посетит Сирию, Иорданию, Египет, Ирак и Иран. Визиты проводятся в целях всеобъемлющего, справедливого ближневосточного урегулирования. Сегодня товарищ Шеварднадзе принял находящегося в Москве видного представителя деловых кругов США, главу корпорации СИГРЭМ, президента Всемирного еврейского конгресса Бронфмана по его просьбе. В связи с затронутым вопросом об урегулировании ближневосточного конфликта с советской стороны было отмечено, что в практическую плоскость встает вопрос о созыве международной конференции с участием государств, постоянных членов Совета безопасности ООН и непосредственно заинтересованных сторон. Советский Союз открыт к активному взаимодействию и сотрудничеству со всеми, кто стремится внести в это свой конструктивный вклад. Член Президиума ЦК Компартии Чехословакии председатель правительства Республики Ладислав Адамец посетит Советский Союз с официальным дружественным визитом во второй половине февраля. Здравствуйте, товарищи. Главным международным событием этой недели наверняка станет завершение вывода советских войск из Афганистана. Завтра страну покинет последний советский солдат. Прилагаем вашему вниманию репортаж наших корреспондентов из Термеза и Кабула. С той стороны несется пыльный смерч, затрудняя движение колонн. Выполняя строго расчетное время, возвращаются по мосту на родной берег мотострелки, десантники, дорожники. Осталось еще немного. Всего два дня до полного выхода наших солдат из Афганистана. Запыленные, радостные, уходят углубь страны гвардейцы. Многим еще предстоит служба в армии. А уволенные в запас солдаты разлетаются из Термеза по домам. Здесь на пороге родины их каждый день встречают матери, жены, родные. А есть среди них ветераны Великой Отечественной. По собственной воле за свой счет приехали сюда из Москвы, Красноярска, Одессы ветераны дважды краснознаменной Эннской части. А чтобы осталось в памяти сослуживцев это важное, историческое для подразделения событие, возвращение на родину, решил Совет ветеранов изготовить вот такие памятные нагрудные знаки. И уже в первые часы на родной земле в торжественной обстановке вручает ветераны свой скромный дарь. Выглядел сегодня Кабульский аэропорт. На проводы последнего советского подразделения только иностранных журналистов собралось более ста человек. Все они представляют крупнейшее информационное агентство радио и телевидение всего мира. Далеко не случайно, что проводы этого подразделения состоялись именно здесь, в Кабульском аэропорту. С ним наших ребят связывает очень многое. Это и круглосуточная охрана аэродрома с его техникой, и обеспечение посадок и взлетов в далеко не простых условиях военных и гражданских самолетов. В последнее время к этим обязанностям прибавилась и еще одна, чисто мирная. Практически ежедневно они помогали распределять среди жителей столицы, столкнувшиеся с продовольственной проблемой, продукты и товары первой необходимости, которые доставляли сюда советские транспортные самолеты. Думается, что эта помощь не будет забыта тысячами женщин, стариков и детей Кабула. Последнее построение и последний рапорт на земле Афганистана. Сколько лет вы здесь прослужили? Год, полтора, два? Нет, я прослужил год и четыре месяца. Кто вас ждет дома сейчас? Меня ждет мама, папа, подруга, друзья, естественно. Ну, видимо, уже скоро вы будете в кругу родных, близких. Да, недалеко уже в тот день. Тем более, сейчас возвращаемся, а там уже скоро вообще домой. Пора выйти. Счастья левого пути. Спасибо. Находившийся в Китае премьер-министр Пакистана Бенадир Пхута вчера опровергло обвинение в том, что Пакистан концентрирует у границ Афганистана вооруженные силы. Вместе с тем, сегодня пришло сообщение о переброске Пакистаном 1800 солдат и тяжелой артиллерии в приграничный город Каталь, о размещении в соседних районах десантного батальона и еще более полутора тысяч ополченцев. Они переодеты в национальную афганскую форму и, как сообщает ТАСС, принимают участие в операциях оппозиции против афганской армии. Сегодня открылась встреча в Сальвадоре глав пяти государств Центральной Америки. Ситуация в регионе, как известно, на протяжении многих лет остается взрывоопасной. Цель встречи – мирное урегулирование. Нынешние переговоры президентов пяти стран должны были открыться еще в августе прошлого года, но они откладывались пять раз. Сегодня они начались. Мы получили пока репортаж лишь о прибытии участников. Вот сейчас вы видите в повестке дня переговоров создание международных сил по наблюдению за стабильностью на границах, прекращение вмешательства из-за рубежа, ликвидация иностранного военного присутствия и демократизация. Сегодня 44-е годовщина освобождения Будапешта от фашистских захватчиков. В венгерской столице состоялась торжественная церемония возложения венков к монументу освобождения на горе Геллер. Это памятник советским воинам, отдавшим жизнь за свободу и независимость Венгрии. Продолжается визит государственного секретаря США Джеймса Бейкера в Западную Европу. Один из важнейших вопросов, которые он обсуждает, это проблема модернизации ядерного арсенала НАТО и прежде всего ракет малого радиуса действия. В Англии вчера Бейкер встретил, как сообщают, поддержку планов модернизации. В ФРГ Норвегии и Дании, где сегодня находится госсекретарь, задача его, вероятно, не будет столь же легкой. Известно, в частности, что министр иностранных дел ФРГ Геншер, вот он встречает Бейкера, занимает в вопросе о модернизации осторожную позицию. Позиция Геншера понятна. Рядовые граждане западных стран требуют сейчас сокращения вооружений. Пример тому демонстрации протеста против американских испытаний крылатых ракет, которые проходят в Канаде. Одна из таких демонстраций проходила в Торонто, возле здания, где размещается штаб-квартира правящей прогрессивно-консервативной партией. В ней приняли участие активисты нескольких антивоенных организаций. По опросам общественного мнения, большие половины канадцев выступают против того, чтобы на их земле испытывались американские крылатые ракеты, способные нести ядерные боезаряды. Сейчас идет уже седьмая серия таких испытаний. Крылатая ракета запускается с бомбардировщика Б-52 над морем Бафорта в Канадской Арктике и летят на юг, пересекая две западные провинции на расстоянии 2500 километров. Как видите, эти военные игры особого энтузиазма у канадской общественности не вызывают. Как ветеран войны, говорит Элден Камфорт, я не хочу, чтобы она повторилась. Новые испытания ракет лишь ухудшают обстановку в мире. Их проведение настраивают наши страны друг против друга, а это только способствует гонке вооружений. Уже предприняты первые шаги к сокращению вооружений и нужно сохранить этот настрой, а не двигаться назад к холодной войне. Иран отметил десятую годовщину свержения шаха. По этому случаю выступил официальный преемник Хаймини Айтала Монтезери. Он, в частности, заявил, лозунги, с которыми мы выступали в течение 10 лет, привели к тому, что мы оказались в международной изоляции. Люди с пессимизмом смотрят на нас. Монтезери высказался за реабилитацию политических заключенных, призвал разрешить вернуться на родину четырем миллионам иммигрантов. Острый конфликт возник сейчас в отношениях между западными странами и мусульманскими государствами. Причина публикация книги «Сатанинские стихи», которую исламские фундаменталисты сошли оскорбительной для их веры. Пять человек погибли, 47 получили ранения в результате разгона манифестации протеста против книги в Исламабаде. Публикация сатанинских стихов планируется в США. Демонстранты стали бить камнями стекла американского культурного центра, сожгли американский флаг. Как сообщили по телефону из центра, никто из его сотрудников не пострадал. Автор книги Салман Редшей сказал в интервью, что считает столь негативную реакцию на его произведение неоправданной. Заключение два любопытных видеосюжета. В Европе и США сегодня начались торжества, посвященные необычному юбилею. исполняется 30 лет со дня создания куклы по имени Барби, очень популярной в Америке. За 30 лет Барби не изменилась. Она и до сих пор столь же популярна, как, например, Микки Маус. Всемирно известные модельеры, которые в детстве шили свои первые наряды именно для Барби, специально для юбилея создали коллекцию самых современных кукольных нарядов. Десятилетиями бесперебойно действует в США служба доставки цветов на дом к праздничным датам и юбилеям. Сейчас она под угрозой. Причина холода, уничтожившая цветочные плантации в Калифорнии. Об этом событии мы уже сообщали. Чтобы спасти престиж службы доставки цветов, срочно были заказаны цветы в Колумбии и в других странах. Транспортное судно Джоли Неро, на борту которого дар итальянского правительства армянскому народу прибыло в город Поти. Старейший грузинский лоцман Вахтан-Керкадзе заводит корабль в порт. Тепло и сердечно встречают команду итальянского контейнеровоза и его капитана жители Поти, представители правительств Грузии и Армении. Этот корабль привез 3000 тонн различных грузов. Это 85 жилых модулей для пострадавших, 20 контейнеров с различными материалами для строительства, 10 прицепов, 6 барачных домиков для обслуживающего персонала. Еще через неделю из Италии выйдет второй корабль меньшего размера, но тоже с грузами для пострадавших. Еще через 15 прибудет третье судно. Таким образом, мы надеемся через 40 дней собрать все материалы для строительства итальянской деревни в Питерке. Корабль доставил и эти автомашины фирмы Фаджиоли. Три бензовоза с топливом, 74 тягача, бульдозеры и каталки. После разгрузки, а на это потребуется приблизительно 35 часов, груз будет отправлен в Спитак по железной дороге. Я являюсь ответственным за доставку груза из Италии в Спитак. Всего мы привезем в Армению 210 таких домиков, первый из которых уже принят. Общая площадь каждой четырехкомнатной квартиры, 54 квадратных метра. Эти жилищные модули можно будет строить после выравнивания почвы, причем два техника справятся с этим буквально за 40 минут. Кому эти дома предназначены? Значит, там будут прожить 1200 человек. Самое главное, чтобы мы должны отдать тех людей, которые пострадали, и основном, что у них родителей нет, детям, у кого родителей нет. А остальные по очередям. Итальянский народ, который подарил нам дар, сделал советскому Армению, это большое дело. И мы очень благодарны. Помимо жилых домиков и строительных материалов, два следующих судна привезут в Армению госпиталь и детский сад. 55 лет назад начался дрейф на льдине в Арктике участников Челюцкинской экспедиции. Вы видите кадры, снятые 13 февраля 1934 года. 15 часов 30 минут. В 155 милях от мыса Северного и 144 от мыса Уэлен затонул пароход Челюцкин, раздавленный льдами. А до этого почти 7 месяцев продолжалось его плавание и дрейф в Арктике Чукотском море. На борту кроме экипажа находились члены научной экспедиции во главе с Сотто Юлевичем Шмидтом исследовавшие Северный морской путь и смены зимовщиков для станции на острове Врангеля. 104 человека, среди которых 10 женщин и 2 ребенка оказались на льду. Температура минус 40. Сразу же взялись за постройку бараков сигнальной вышки. До берега 130 миль. Все здоровы, полны энергии. Уходили радиограммы подписанные Полярное море, лагерь Шмидта. В Москве была создана правительственная комиссия по спасению челюскинцев, которую возглавил Куйбышев. Группа самых лучших пилотов отправились в Чукотки, из Владивостока, Хабаровска, с американского материка на помощь челюскинцам. А тем временем на льдине необходимо было построить аэродром. И люди, получая по 200 граммов галет и четверти банки консервов в день, расчищали полосу от многопудовых торосов. Аэродром ломало, строили заново. И так каждый день в лагере не прекращалась научная работа. 19 суток, а самолетов все нет. И только 5 марта, после 29 неудачных попыток, Анатолий Лепедевский наконец нашел ледовый аэродром и сумел посадить АНТ-4 на крохотную площадку. Он вывез из лагеря женщин и детей и доставил их в Уэлен. После Лепедевского следующий самолет летчика Слепнева прибыл сюда лишь 7 апреля из-за непогоды. А потом один за другим приземлялись Каманин, Молоков, другие пилоты. 13 апреля радист Кренкель передал «Спасены все». Так закончился героический дрейф. «Спасение челюскинцев это триумф, достигнутый во имя цивилизации», писал тогда Герберт Уэллс. Сейчас иногда задают вопрос, необходим ли был поход Челюскина, какие научные цели он преследовал. Прежде всего, нужно было доказать, что можно пройти северным морским путем за одну навигацию, и что наши транспортные суда могут и должны доставлять грузы в труднодоступные районы севера. И если челюскинцам этого не удалось, то уже через два года Шмидт провел этим путем караван судов. Опыт челюскинцев. Научные материалы экспедиции использовали в работе на станции Северный полюс-1 Папанин и его товарищи. Словом, челюскинцы были первопроходцами, первооткрывателями Арктики. Все участники экспедиции получили награды, а летчикам, спасавшим их, впервые были присвоены звания Героев Советского Союза. Их имена, имена челюскинцев, как символ мужества и стойкости, стали известны во всем мире. Так встречала их Москва. Выставка проектов памятника Победы начала работать в Москве в Манеже, рассказывает Светлана Бестужева. Это долгожданная экспозиция проектов уже второго тура всесоюзного открытого конкурса на размещение эскизный проект памятника Победы в Москве. Напомню, после заключения экспортной комиссии, обсуждения общественностью, решением жюри в сентябре прошлого года из 470 проектов было отобрано 10. Их авторам предложили продолжить работу. Вот эти 10, точнее 11, один из коллективов представил два проекта, и 18 встречных проектов, и предъявленный сейчас Манеже на общий суд. Выставка только начала работать, а зрителей полон зал, и дискуссии видите с сердцем, с аргументами, как мне показалось и с той, и с другой стороны убедительными. В результате первого тура, кроме предполагаемого раньше места для памятника Поклонная гора, наметилось второе, территория, примыкающая к Кремлю от исторического музея до Боровицкой площади. Пять сегодняшних проектов связаны с этой территорией. Это проект памятника сада, где черные чугунные плиты, впаяние в землю, символ беды войны, проросшие сквозь них живые деревья воплощение ее преодоления, а погибшее дерево знак памяти бесчисленным жертвам. В этом ансамбле место предполагаемого памятнику уже Поклонная гора поле из 20 миллионов колоссиев память о погибших, а композиция с колоколом во славу победы. Есть очень сложные, необычные предложения с использованием контрастных нестандартных материалов, ну, скажем, сожженной земли и полированного металла. Есть проекты внешне немногословные, где точка отчета традиции древнерусской архитектуры и прообраз родины-матери тоже оттуда из старого русского искусства. И такое вот есть предложение увенчать восстановленную вновь насыпанную на 20 метров поклонную гору монументом победы в виде прозрачного объема храма славы, слагающегося из взаимосвязанных бело-золотых высотой в 120 метров триумфальных арок. А в этом на все четыре стороны открытом интерьере расположить золотую скульптурную группу. Жюри приступит к работе после общественного обсуждения выставки в Манеже 19 февраля. Вход на обсуждение для всех свободный. И вынесет свое решение 23 февраля. Сегодня в Калинине открылся первый всесоюзный фестиваль актеров советского кино созвездия 89. Фестиваль киноактеров. Что это такое? С одной стороны вроде ничего нового, ведь на каждом кинофестивале, будь он внутрисоюзный или международный, также оценивается и актерская работа. Но именно так же. А главное там все-таки и это закономерно режиссер. Здесь же в Калинине основное и единственное мастерство исполнения роли женской, мужской и эпизодической. Около 20 фильмов предстоит отсмотреть жюри, к слову сказать, также чисто актерскому, прежде чем определить победителей, которым и будут вручены призы. Призы тоже не совсем или, скажем так, совсем необычные для нашего кинематографа 10 тысяч рублей. Фестиваль поможет как-то сконцентрировано посмотреть на все хорошие лучшие работы, которые сейчас существуют в данном моменте в нашем кинематографе. На этот фестиваль так организовал новая наша гильдия, гильдия актеров, снимающихся в кино. И эта цель фестиваля как раз показать то, что гильдия существует и что гильдия заботится об уровне киноактера так же и в экономическом плане, так же и в художественном плане. Добрый вечер. Сегодня на чемпионате страны по хоккею решающий матч в определении лидера. В случае победы московские динамовцы догоняли ЦСКА. В самом конце игры 36 секунд динамовцы имели на два полевых игрока больше. Правда, в этот момент они, наверное, мечтали уже не столько о победе, сколько о том, чтобы сравнять счет и спасти матч. Но именно в эти решающие мгновения армейцы сыграли блестяще. Впрочем, вообще вся игра доставила зрителям удовольствие. В конце первого периода Федоров вывел ЦСКА вперед 2-1. Но вся борьба была еще впереди. Динамовцы не упали духом и во второй 20-й минуте Гольченюк сравнял счет. Затем блестящую игру показали оба вратаря. И лишь на 12-й минуте третьего периода Быкову удалось заврусить шайбу, которая стала решающей. Армейцы выиграли 3-2 и теперь опережает Химик на 4 очка, который сегодня на своей площадке победил Динамовцев Риги 5-1. Автомобилист Спартак 5-3, Челябинский трактор переиграл армейцев Ленинграда со счетом 2-0. Непростой оказалась трасса слалома последней дисциплины чемпионата мира в Вилле, США. При первой попытке упали асы горнолыжного спорта, двукратный олимпийский чемпион Альберто Томбо и лидер нынешнего Кубка мира Пирмен Сурбридин. Всего из 92 участников трассу завершил только 31. Наш Сергей Петрик из Петропавловска Камчатского стал 20-м и это успех, а победил Рудольф Мирлих. Он первый из австрийских горнолыжников стал двукратным чемпионом мира за последние 30 лет. Это, пожалуй, была главная сенсация пельнства. К разряду выдающихся в полной мере можно отнести и выступление 30-летней олимпийской чемпионки Криста Людинг Ротенбургер из ГДР. Она же обладательница серебряной олимпийской медали в спринте среди велосипедистов. На этапе Кубка мира по скоростному бегу на коньках как в Калгаре. Она победила на дистанциях 500 и 1000 метров. Американка Бонни Блэйр дважды была третьей пропустив вперед и Ангелу Хаукштанки из ГДР. Остается лишь поражаться энергией Криста Ротенбургер, которая, видимо, будет одной из главных претенденток на золото на чемпионате мира в Херенвене. Да, действительно, мы часто поражаемся энергией и мастерству людей, которые способны устанавливать фантастические достижения и увлекать за собой сотни людей. Удивительной идеей достигать, казалось бы, невозможного. Так, американский яхтсмен Уоррен Люрс побил рекорд продержавшиеся 135 лет. На яхте он, отправившись из Нью-Йорка к мысу Горн Южная Америка и, обогнув его, продолжил путь по Тихому океану. Финишировал он в Сан-Франциско через 80 дней и 20 часов. Предыдущее достижение было установлено в 1854 году, когда американская яхта прошла этот же маршрут за 89 дней и 8 часов. Пожалуй, к разряду удивительного достижения можно отнести и восхождение смелого французского альпиниста в Альпах. Съемка эта произведена с вертолета. И, казалось бы, что стоит человеку добраться до этой вершины при помощи современной техники и практически без малейшей опасности для жизни. Но все же подвергаясь риску, смелый исследователь идет вперед и еще раз доказывает тем самым, что возможности человека не ограничены. Добрый вечер. Февраль, как видно, принял от января эстафету теплой погоды для большинства районов Европейской части Союза. Но в предыдущие дни поднадоевшийся сценарий событий со сплошными затоками тепла с запада сменился некоторым разнообразием. произошло вторжение холода, сохраняющего и завтра свои позиции в восточных районах. На левобережье Волги, на востоке Татарии, в Башкирии, Оренбургской области, на Урале, а также в Западной Сибири и в Казахстане. Здесь максимальная температура днем кое-где не выше 15-20 градусов мороза, а ночью ртутный столбик опускается местами к 40-градусной отметке. Здесь февраль напомнил о том, что он все же зимний месяц. Но похоже, что сейчас вновь все пошло по заведенному этой зимой порядку. В северных районах опять развивается циклоническая деятельность. Со спутника видны даже две облачные спирали циклонов. И поэтому завтра и в ближайшие дни усилится поток теплого воздуха с запада. И поэтому сохранится теплая погода в Прибалтийской зоне, Литве, Латвии и Эстонии, на северо-западе России и в Белоруссии. Почти везде здесь завтра днем тепло, местами даже до 6-7 градусов тепла, небольшие осадки и усиление ветра. Около 0 градусов с небольшими отклонениями и в несколько градусов в ту и другую сторону на обширном пространстве центральных районов небольшие осадки. Постепенно эта зона теплого воздуха смещается на восток и должна принести потепление в Заволжье. В северных районах, где расположились центральная часть зоны пониженного давления, в основном будет пасмурно, ветрено, местами в порывах до 20 метров в секунду, но в целом не холодно. Днем всего лишь до минус 10 градусов небольшие осадки. Сохраняется теплая погода на Украине, в Молдавии, в Приазовье и Крыму. На западе Украины и в Молдавии без осадков, на остальной территории Украины небольшие осадки, максимальная температура до 6-7 градусов тепла. Такая же погода ожидается и на Северном Кавказе. На Кавказе почти повсеместные осадки, преимущественно в виде снега, наиболее сильные в некоторых районах Азербайджана. Сохраняется лавиноопасность в горных районах Западной Грузии, где, кроме того, ожидаются сильные ветры в порывах до 20 метров в секунду. Температура днем до 8 градусов тепла в Грузии, до 5 в Азербайджане, около 0 градусов в Араратской долине Армении, а в остальных ее районах до 3-8 градусов мороза. В Ленинграде завтра вечером небольшие осадки, днем до 2 градусов тепла. В Москве облачная с прояснениями погода, слабые осадки, на дорогах гололедица, ветер западный 5-10 метров в секунду, температура до 2 градусов тепла. Послезавтра, в среду, характер погоды сохранится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я получил письмо. Предлагаю принять резолюцию съезда с осуждением академика Сахарова. В письме предлагается содержание такое. Господин Сахаров, все ваши заслуги перечеркнуты одним вашим кощунственным заявлением. Да, вы один из создателей водородной бомбы, без которой не было бы мощи нашей великой державы. Да, вы по праву носили награды Родины, которая сделала вас трижды героем соцтруда. Да, вы являетесь одним из инициаторов запрещения ядерных испытаний в трех средах. Да, вы были против вступления наших войск в Афганистан. Да, вы были защитниками демократии и гласности, но все это теперь перечеркнуто. И скажите спасибо, что мы не ссылаем вас ни в Горький, ни высылаем за границу. Спасибо. 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 Спасибо.